К нашему эфиру присоединяется Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, здравствуйте. Доброго вечера. Добрый вечер. Александр, вы на своем телеграм-канале одним из первых написали, что Суровикин, скорее всего, знал о том, что задевает Пригожин. Но опять-таки Суровикин одним из первых записал видеообращение, которое называли якобы записанным как под дулом пистолета, чтобы Пригожин остановился. Как думаете, какая роль Суровикина во всем этом мятеже? Зачем он выступал и его голова, получается, одной из первых полетела? Да, и полетят еще. По идее полетят еще. Почему? Потому как сама персоналия Суровикина как таковая должна рассматриваться как персоналия карманного генерала. Карманный генерал – это, по сути, генерал, который находится в подчинении той или иной силовой структуры, но его реальные кураторы – это тот, кто ему платит. В данном случае мы говорим о генерале из, казалось бы, пула Министерства обороны, но при этом Суровикин всегда был генералом из пула Лубянки, ФСБ. Его кураторами были ФСы. И таковыми они стали в 90-х годах, когда против Суровикона развивались криминальные дела. И именно тогда ФСБ его фактически завербовало. Именно по криминалу. За отношение к подчиненным, превышение служебных обязанностей и тому подобное. То есть он достаточно, скажем так, его репутация человека достаточно агрессивного, она не с потолка взята. Он одного из своих подчиненных довел до самоубийства. Причем, что самое интересное, тот застрелился у него в кабинете, и их было в кабинете всего двое. Ну, то есть я пришел к тебе, я и застрелился у тебя на глазах. Ну, очень интересная ситуация в целом-то, правда? Так вот, Суровикин с того момента являлся карманным генералом ФСБ в лоне Министерства обороны. И не только Суровикина пророчили на место министра обороны. Был еще и Мизинцев. Мизинцева пророчили на место главы генерального штаба, то есть Герасимова. Суровикин, Мизинцев, Шойбу, Герасимов. Вот такой вот должен был быть обмен по задумке ФСБ. И когда мы говорим, например, о действиях Пригожина в России, этот марш на Москву, то нужно учитывать не только то, что по какой-то странной причине в Ростовской области, где одна из наибольших концентраций войсковых частей, не были подняты под ружье именно военные, но и нужно учитывать то, что на тот момент в Ростове, где действовал план перехвата крепость, ни полиция, ни ОМОН, ни СОБР не отреагировали вообще никак на заход вагнеровцев в город и взятие под свой контроль определенных административных зданий. СОБР, ОМОН и полиция. Они в подчинении кого находятся? Но опять-таки дорожки-то ведут на Лубянку, в том числе не только на группу влияния в Министерстве обороны, но еще и на группу влияния в самом ФСБ. Поэтому Суровикин – это только начало, это только вершина айсберга, вот этого всего заговора, который, по сути, кинул Пригожин своей слабохарактерностью. Хорошо, тогда получается, что Путин сейчас, если начнет чистку генералитета, связанных с Суровикиным, он объявляет тем самым войну ФСБ? Нет, это не война ФСБ, это группы влияния. Группа влияния у Шойгу и Герасимова осталась, которая его поддерживает, да, безусловно. Группа влияния в ФСБ, которая поддерживает того же самого Путина, она аналогично осталась. Поэтому мы сейчас именно наблюдаем не просто конфронтацией силовых структур, за авторитет, за влияние и так далее и тому подобное. Мы говорим сейчас о полноценном расколе в силовых структурах. И если производить зачистку спонтанно сразу всех, что называется, под стенку, то, конечно же, последствия могут быть аналогичными маршу на Москву. Никто не дастся. Но, с другой стороны, если это все делать планомерно и поступательно, то и реакция может быть не такой агрессивной и масштабной. Ну, главное управление разведки вооруженных сил Украины говорит уже вообще об открытом противостоянии ФСБ и Минобороны. Что там между ними может происходить? До чего может это противостояние дойти? До убийств, физической ликвидации или просто куларных каких-то интриг там? Безусловно, да. Ну, давайте так. Если рассматривать марш на Москву, в принципе, как один из элементов этого противостояния, коим, в принципе, он и является, поскольку именно из этого все и исходило, то вопрос, а там убийства были? Ну да, были. Все как-то позабыли про пилотов, которых щелкали как орешки системы ПВО, до ближнего радиуса действия, которые были у ЧВК «Вагн». И довольно-таки хочу сказать, пилоты опытные. Таких на улице просто не найдешь, особенно Ил-22 ПУ, который был сбит. Это вообще даже уникальный самолет с уникальным экипажем. Продолжение? Да, будет продолжение. Будут инфаркты, будут инсульты, будут выходы из окна, будут самострелы. Ну, все как любит в лучших традициях КГБ, назовем это так. Все как любит вот эта вся российская конспирология. И этот процесс, он начат. Единственное, что возникает вопрос, а кто будет следующим? И я более чем уверен, что все участники этого заговора аналогично задаются сейчас этим вопросом. Александр, как отразится вся эта ситуация внутри Российской Федерации на фронте? Буданов заявил, что Вагнер больше не будет воевать в Украине. Так ли это? Ну, как расценивать фразу «больше не будет воевать»? Часть вагнеровцев, она пока еще на территории Украины, на территории Донецкой области и Запорожской, временно оккупированных. Они не находятся на первой линии. Они, назовем это так, сейчас в состоянии изоляции. К ним нет доверия. Но, с другой стороны, у российской армии есть серьезный ресурсный дефицит. Им нужен людской ресурс. И было предложение относительно того, что подписывайте контракт с Министерством обороны и продолжайте участие в так называемое СВО. Поэтому, я думаю, какая-то часть вагнеровцев все-таки подпишет контракты с Министерством обороны. Другая часть может перейти в другие ЧВК. А ведь не только один ЧВК, Вагнер присутствует в зоне боевых действий. Есть редут антитеррор, есть ЧВК «Патриот» и прочие. В конце концов, добровольческие подразделения «Барсы» и им подобные. То есть, выбор есть. Остатки бригады «Шторм-Зет» признались в идиотских указаниях командования отсутствии боеприпасов, продуктов и денег, брошенных на позициях трупов и раненых. Как повлиял на моральный дух оккупантов Пригожинский перформанс? В целом, демотивация была. Деморализация также была. Кто-то был готов поддержать. То есть, начиналась волна некой такой дестабилизации внутренней. Кто-то поддерживал Пригожина, кто-то поддерживал Путина и Шойгу. То есть, этот процесс начинался. Но оно не достигло своего пика. Слишком быстро все закончилось. Затянулось бы где-то на недельку или две, мы бы увидели довольно-таки фееричное зрелище в зоне боевых действий. То есть, прямо гражданская война внутри российских оккупационных войск. Но до такого уровня не дошло. Поэтому говорить о каком-то глобальном влиянии нет. Морально-психологическое состояние было подорвано. Но на саму ситуацию в зоне боевых действий влияние было, скажем так, умеренно-минимальным. Давайте перейдем к зоне боевых действий. Анна Малер сегодня так осторожно рассказала о наших первых успехах. Как видите ситуацию вы на юге Украины и под Бахмутом, в первую очередь, наверное, еще? Да не только уже под Бахмутом. Можно говорить и в самом Бахмуте. Поскольку первые заявления, которые уже сейчас прозвучали открыто, то, что да, действительно, силы обороны Украины возобновили городские бои. То есть, действия в самом городе и есть продвижение. И это довольно-таки мотивирует и вдохновляет, поскольку наши действия по обрушению флангов в районе Бахмута, они начались еще, ну, фактически, с начала мая, приблизительно так. Поступательно они набирали обороты. И, в принципе, на сегодняшний день уже правый берег канала в северном секторе очищен. Переход идет на левый берег, а также продвижение вдоль канала на юг, обход Клещиевки, соответственно, и действия, соответствующие действия в самой Клещиевке начинаются. То есть, это все указывает на то, что продвижение сил обороны к южной трассе 05-13, они продолжаются, и она может быть перерезана. То есть, южная логистика в Бахмут будет перерезана. Аналогично заявление о том, что сейчас ведутся соответствующие действия и в северном секторе города, возобновились они, намекает на то, что может быть перерезана и логистика по М-03. То есть, мы сейчас говорим о том, что Бахмут обрезается, может быть обрезан и по северной логистике. А это говорит о том, что у российской группы, которая находится в самом городе, ну, мягко говоря, ограниченные возможности для бегства, только через речку Бахмут, разве что. В остальном, юг, Запорожская область. В Запорожской области можно говорить о том, что силы обороны Украины поступательно сейчас уже приближаются ко второй линии обороны. То есть, полосу обеспечения мы начинаем пересекать. В направлении Орехово-Работина, на юг по Мокрым Ялам, выравнивание флангов. Ну и, конечно же, в секторе Пятихаток мы достаточно стянули и утилизировали российского ресурса, особенно осетин, которые именно и базировались в том районе. И, в принципе, там сейчас довольно-таки серьезно обескровлена Васильевская группа, которая, ну, находится в районе населенного пункта Васильевка, которая является вершиной основного треугольника обороны россиян Васильевка-Токмак-Мелитополь и, помимо всего прочего, еще является основным упорным пунктом в этом секторе их второй линии обороны. А в обзоре за среду британская разведка рассказывала, что украинские удары по мостам на Чангаре существенно усложнили россиянам логистику. Вот касаемо логистики, насколько существенно, Александр? О, довольно-таки существенно, поскольку если мы рассматриваем сейчас именно это направление, то им следует все везти через Армянск на Чаплынку. В районе Чаплынки получается развязка. Или вы по довольно-таки сомнительного качества дороги через Новотроицкое возвращаетесь на Е-105 трассу и делаете крюк, ну, практически 180, даже 200 километров. Но, опять-таки, подчеркиваю, в таком случае дорога просто ужасного качества. Либо же вы выезжаете на М-14 трассу и едете на Мелитополь по более-менее нормальной трассе. Но в этом случае вы оказываетесь в зоне действия ствольной и реактивной артиллерии с силой обороны Украины. И, помимо всего прочего, увеличивается уже не на 170-180-200 километров маршрут, а увеличивается на 280 плюс. То есть, помимо того, что им следует тратить больше топлива сейчас, больше износ ресурса автотранспорта и прочих средств передвижения, сроки совсем другие. Армянск не имеет такой пропускной способности, чтобы направление Чангара на себя полностью тоже перетянуть с Чангара на Мелитополь. И, помимо всего прочего, еще и более-менее нормальная трасса, которая есть единственное направление, она находится под прострелом ствольно-реактивной артиллерии сила обороны Украины. Ну, скажем так, вариант, ну, мягко говоря, вообще не перспективный и неблагополучный. Понятно. Александр, спасибо вам большое за то, что объяснили нам очень важные моменты. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».